Отслужив два срока президентом, Путин имел необычайно высокий рейтинг. Вопрос возникал, и он был главным вопросом, останется ли Путин на третий срок, или все-таки, согласно Конституции, уступит это место важнейшее для страны, все еще недостаточно окрепший другому лидеру. Этот вопрос волновал всех, думали, говорили только об этом. Владимир Владимирович, в последние 2-3 года в ваш адрес все чаще звучали призывы остаться на третий срок. Наверняка в этом вопросе на вас пыталась повлиять и ваше окружение, часть вашего окружения. Насколько все-таки сильным был соблазн поддаться на уговоры и остаться на третий срок? Спасибо. У меня не было соблазна остаться на третий срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию. Эту прививку я получил еще работая с Анатолием Александровичем Собчаком. И я считаю, что это очень важный сигнал в обществе вообще. Все должны соблюдать действующее законодательство, начиная с главы государства. Что, по-вашему, было главным вашим успехом, главным вашим достижением на посту главы государства? И что не получилось? Что вы считаете своей главной неудачей за эти годы? Спасибо. Я не вижу никаких серьезных неудач. Все поставленные цели, достигнутые задачи, выполненные. Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая президентом Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи. И делал это с полной отдачей сил. Я доволен результатами своей работы. Сотни тысяч туристов и главы 40 стран мира в гостях. Все это от 35 и Санкт-Петербурга. Ветеран войны Майербек Цгоев, один из первых, получил направление в новый многопрофильный медицинский центр. Здесь установлено уникальное оборудование. Спущена воду танкер ледового класса. Инореты видны из любого района Грозного, даже ночью. Сердце Чечни уже претендуют на титул крупнейшей мечети в Европе. Северный полюс наш. Есть! Есть, братцы! Пошла, пошла! Татки пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы бросаем. Давай за счет. Привет, Россия! Привет, Москва! У нас есть шанс развиваться так, как мы развивались последние годы. И я уверен, что мы должны выбрать эту дорогу. Есть все шансы для этого. Вы замерзли? Нет! Вы даете мне одну минуту? Да! Выборы президента Российской Федерации состоялись. В 2008 году, когда Путин начал работать премьер-министром, ведь казалось, что это будет такое, знаете, время, время потевания на лаврах. То есть он был главой государства, он спас страну от развала, он вывел ее на траекторию устойчивого развития, он расплатился с долгами, с внешними, с внутренними, он повысил жизнь на уровень населения. Причем повысил его не для грядущих поколений, а для нынешних, чего никогда не было в истории нашей страны. И по идее он должен был войти вот в этот чудесный белый дом на Краснопресненской набережной, сесть в кабинете и сказать, ну, слава богу, вот я, игря на умировой кризис. Цена была там 45, все были напуганы, никто не жил в условиях такого мощнейшего стресса всемирного масштаба. И опять же, что сделал Путин? Он вышел и сказал, я несу ответственность, что у нас не повторится в 98-м году. Я несу персональную ответственность. Засучил рукава, сел днем и ночью и стал грести дальше на своих галерах. Решалась судьба десятков тысяч людей. Если бы государство не помогло, то они просто пошли бы на улицу и стали бы безработными. Сколько здесь работало в основном? Значит, у нас работало до кризисных событий около трех тысяч человек. Что на этих? Да, сейчас 2345. Числятся? Числятся, да. Из них две трети находятся простые. Там на одной площадке было три акционерных общества, да, и, в общем-то, так сказать, мы даже в какой-то момент настолько запутали, что не смогли найти решение, которое бы обеспечило функционирование предприятия. Я не вижу вашей подписи. Сидите, подпишите. Идите ко мне. Да, договор. Сидите, подпишите. Сидите, подпишите. Это абсолютно недопустимо. И где же эта социальная ответственность бизнеса? Где она? Здесь, понимаете, здесь дело не в обиде, да, а можно долго обсуждать. Можно находиться там, назовем так, в ступоре, так сказать, не решая какие-то проблемы. Он понимает, что он последний человек, который должен принять это решение, либо подтолкнуть так, чтобы уже эти вопросы не обсуждались, а после этого начались какие-то действия. Теперь по администрации. Никто не убедит меня в том, что руководство области и других уровней сделали все от них зависящее, чтобы помочь людям. Я когда сказал, что сюда собираюсь приехать, вы мне что-то ответили? Не надо, поехали, я вам покажу другое предприятие, которое недавно построили. Конечно, молодцы, что построили новое предприятие. Почему здесь-то забегали все, как тараканы, перед самым моим приездом? Почему раньше здесь не было людей, которые способны были принимать решения? Должна быть погашена вся задолженность по заработной плате. Это 41 миллион 242 тысячи рублей. Срок сегодня. Спасибо. Успехов вам. В кризис, когда сокращения пошли, комбинат запустил такой громадный проект, как стан 5 тысяч. Он спас людей от того, что нет работы. Сейчас трубы, которые мы производим, они идут на сложные трубопроводы, как Северный поток, сейчас на Силу Сибири, на производство подводных лодок. Это, естественно, сказывается и на заработной плате. То есть я считаю, что за последнее время уровень жизни намного вырос. Мы реально видим реальные изменения. А в России что принято? Верить людям на деле, а не на словах. 8 августа 2008 года, если вы помните, это был день открытия Пекинской Олимпиады. Мы оказались в одной резиденции и в одной комнате, где он жил. Сидели, говорили в это время, зазвонил телефон. Я говорю, Владимир Владимирович, я пойду? Нет, говорит, сиди. Как раз ему докладывали, какие события происходили в это время в России. И он послушал, послушал, положил трубку и был очень расстроен. Я говорю, что случилось? Я думаю, у него что-то дома случилось, что-то такое. Я его таким вообще не видел. И он говорит, представляешь, напали, говоришь, на наших миротворцев и убили таких-то, таких солдат. Ну что они делают? Что они делают? Ситуация драматическим образом развивалась 17 лет. 17 лет Российская Федерация выполняла миротворческие функции, помогала сохранять там мир и спокойствие, предотвращала убийства, которые творились там, начиная с 90-х годов. И пыталась сохранить единство грузинского государства. Тем не менее, после агрессии и геноцида, который был развязан режимом Саакашвили, ситуация изменилась. И наша главная задача была предотвратить гуманитарную катастрофу, спасти жизни людей, за которых мы в ответе. Он сразу принимает решение лететь из Пекина в Осетию. И он, конечно, идет сразу к людям. Это характерно. То есть все, что касается войсковых дел, ему доложили или в полете, и он сразу идет к людям. В лагере беженцев в госпитале, где лежат раненые. У меня ребенок остался пятимесячный, еще который не родился, а не видел своего отца. Причем, я не знаю. Его сопровождали личный фотограф и личный оператор. Не знаю, что с моим свекром, который остался в селе, старик, больной старик. И он тогда достаточно жестко дал команду, чтобы съемки прекратились, потому что, ну, действительно, слишком большое было горе у этих женщин. И на оператор фактически, потому что была кромешная тьма, он вот этим вот фонарем от камеры, он освещал просто дорогу, чтобы никто не споткнулся. У вас такое президентство испытаний. Только с одним справитесь, что-то опять наваливается. Чеченская кампания, террористические акты, кризис, Осетия. И вот идет вот этот постоянный верениц. И, казалось бы, уже сделали, вот снова и снова. Вы себя комфортнее, как руководитель, ощущаете в момент какой? Когда война или когда мир – тяжелая ежедневная работа? Вот я работал председателем правительства. Мне очень нравится эта работа. Она конкретная, ясная. Ну, не ясная, но, во всем случае, там, даже она более концентрированная на конкретных вопросах. И отдача, вот, сразу видно, что ты сделал так, что не так, где ошибся. Когда задача приобретать более глобальный характер, то результат такой не сразу понятный. Как он будет смотреться через какое-то время. Но на самом деле я не задумывался над этим. Я всегда исхожу из того, что есть. И решаю эти задачи, которые передо мной стоят. В начале 2009 года я был на совещании у Путина в Сочи, когда обсуждалась судьба олимпийских объектов. В ходе совещания Путин много раз призывал к тому, чтобы бюджетные деньги экономили. Что, с одной стороны, нужно построить красиво, шикарно, а с другой стороны, кризис, денег в бюджете мало и нужно экономить. В какой-то момент, очередной раз упомянув, об экономии, так говорят, деньги народные. И, знаете, так тихо сказал, без пафоса, а голос дрогнул. И вот видно было, что он за это вот сам лично переживает. Он правда считает, что деньги народные, то есть заработаны, ну, всей страной. И поэтому потратить их нужно рачительно. Такого количества командировок, как тогда, предприятия, заводы, Росельмаш, автоваз не было никогда. Кроме того, это еще было лето, когда душевали страшные пожары. И мы ездили буквально через день в эти горящие села, встречались с людьми, которые тоже, такое впечатление, временами готовы были разорвать любого представителя власти, который там появится. Помогите! 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 Почему никто не делал? Почему вы отказались от вас? А мы вас выли отстояли, она бы давно... Мы вас стояли! Мы вас стояли! Из этих головешек ничего останавливать не будем. Будем строить новые дома. Пусть Путин нам скажет. Я вот и говорю, я вот и говорю сейчас. Сейчас, секундочку, секундочку. И второе, хочу, чтобы все услышали. До зимы все дома будут стоять. Наша восстановлена будет деревня. Вы нам обещаете? Да, я обещаю, ваше деревня будет восстановлено. Эти командировки, объятые дымом и пламенем того примерского времени, это то, что в первую очередь приходит в голову. Что мы увидели вчера? Тогда это была настоящая пахота, ежедневная, с погружением в землю. Это работа в поле была. Потом я помню, как мы ездили, те же самые места, только уже застроенные новыми домами. Я вас приглашала на новоселье. Давайте пройдемте к нам. Тепло стоит на минимуме. Какое-то насчет газа, губернаторы мне сказали, что не успеют. Успели. Успели, да.